Меня зовут Рушкина Ирина Владимировна. Я врач-аллерголог-иммунолог, доктор медицинских наук и больше 20 лет занимаюсь натуропатией, в том числе фитотерапией, гомеопатией. Следующая наша серия – это соли Шуслера для проведения тканевой биохимической терапии. Сейчас очень многие специалисты, нутрициологи начинают работать с этой темой. Почему? Потому что в Европе работает очень много лет и, наконец, она дошла до России. Что это за терапия? Она исходит из того, что биохимия наших клеток зависит от содержания и баланса минеральных солей в клетке. Всего таких солей Вильгельм Шуслер, Гемберг, Вильгельм Шуслер выделил 12 – это базовые соли нашего организма. И в зависимости от их концентрации внутри клетки мы получаем те или иные скорости и биохимические реакции. И для того, чтобы человеку выздороветь, вот именно уже тело, не ментальные симптомы, не психика, поддержать именно тело. И чтобы лекарства, другие лекарства начали работать нормально, нам нужно создать нормальную среду. Во всем для клеток, прежде всего, играет значение, в какой среде они находятся. И вот состояние этой среды определяется 12 тканевыми солями. И Гемберг Шуслер, он как раз и разработал эти соли, технологию их производства для того, чтобы это нормализовать. Но соли будут действовать и на ментальную систему. Что мы выпускаем? Мы выпускаем во флаконах темного стекла. Заметьте, практически все наши препараты идут в стекле. Там немецкое стекло Штольц и Глаз, самое высококачественное, которое имеется вообще на рынке, которое не имеет никаких вот потертостей, зазубрин внутри. Это очень важно для биологических лекарств. Мы выпускаем две компоновки. Это по 80 и по 200 таблеток. И все соли есть еще дополнительно в наборах. В транспортных коробках, либо в таких, покажу, деревянных коробках, очень удобных для тех, кто терапию использует на постоянной основе. То есть это вот такие коробки с ячейками. Флакончики вживую так и выглядят. То есть очень аккуратненькие, плотно забитые таблетками. Флакона 200 таблеток хватает на месяц терапии. Составу солей и технологии производства отделяется очень большое внимание. Почему? Потому что на рынке полно гомеопатической крупки, которая называется соли Шурслера. В крупке соли не выпускаются классически никогда. Почему? Потому что соль это всегда тритурация из природного сырья. Что такое гомеопатическая крупка? Это раствор, нанесенный на крупку. От отличия солей от крупки, соли в раствор не переводится. Это другая технология. Что сделал Шулкер? Он разработал методику ступенчатой, очень многочасовой тритурации. Тритурация это постепенное растирание с инертным веществом, которое позволяет одно вещество втирать в другое вещество. И он вот этим методом тритурации перевел водонерастворимые вещества в водорастворимые и сделал возможным их проникновение внутрь клетки. То есть если мы будем просто ту же самую соль, например, здесь есть соль восьмерка натрий хлор. Хлор. Обычная поваренная соль. Мы ее используем каждый день в пищу, но она не пойдет в клетку, потому что у нее она достаточно крупная. Она не заходит внутрь клетки от тритурации. Она позволяет другую форму вот этой соли, изменяя ее кристаллическую решетку, добиться другой формы этой соли. В составе идет фармакопейная лактоза высшего качества, как инертное вещество. Стеорат магния, то есть вещество, которое идентично нашему собственному магнию в организме менее 1%. И аэросил А для того, чтобы склеивалась таблеточка, это кремний тоже менее 1%. Больше никаких ни консервантов, ни утилителей вкуса, ничего мы не используем. Соли 1, 3, 11 мы выпускаем в потенции Д12, и все остальные соли в потенции Д6. Почему? Потому что есть соли принципиально водорастворимые и водонерастворимые. От этого зависит потенция. Мы имеем свое собственное методическое пособие под коневой биохимической терапией. Оно доступно в электронном виде и в бумажном виде. И, соответственно, обучение по солямшотлеру мы проводим.